Дебаты открытого общества Специально организованный публичный обмен мыслями по актуальным темам Представители ведущих университетов Кыргызской Республики в нашей телестудии разбирают по полочкам и аргументам самые насущные вопросы нашего общества Уважаемые телезрители, разрешите мне представить сегодняшних спикеров В команде правительства сегодня играют представители Академии Государственного управления при президенте Кыргызской Республики Ильяс Нурмамбетов и Султанбек Анарбеков В команде оппозиции сегодня играют студенты Кыргызско-Российско-Славянского университета Кулпунай Абдекалы Кызы и Артем Уточкин А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто победит в сегодняшнем дебатном раунде Если вы считаете, что победила команда правительства Академии Государственного управления при президенте Кыргызской Республики, отправьте короткое сообщение с кодом 06 на номер 3535 Если вы считаете, что победила команда Кыргызско-Российско-Славянского университета, отправьте короткое сообщение с кодом 02 на номер 3535 Для того, чтобы вам, уважаемые телезрители, было легче разобраться в сегодняшней теме, мы пригласили в нашу студию экспертов, судей нашей передачи Постоянный судья нашей телепередачи – координатор Бишкекского дебатного центра Бексултан Рустамов Республиканский чемпион по дебатам Эль Дияр Баймурзаев А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент нашей телепередачи, будет тайм-кипер Урмамбетова Гульдямал Одним из самых нашумевших законопроектов Кыргызстана был законопроект о запрете казино В то время букмекерские конторы и тотализаторы отнекивались, говоря «мы не казино» Однако сегодня общественность добралась и до них Таким образом, наша сегодняшняя тема – это палата запретит букмекерские конторы и тотализаторы Я приглашаю премьер-министра для произведения своей аналитической речи Ваше время 4 минуты, вопросы и новые аргументы запрещены Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Ильяр Снурмамбетов, я являюсь первым спикером команды правительства Итак, сегодняшняя резолюция звучит, как эта палата запретит букмекерские конторы и тотализаторы Ключевые слова, букмекерские конторы и тотализаторы – это организация с заключающимися ставками и заключениями пари На различные события, обычно спортивные Проще говоря, если мы ставим и угадываем, то мы получаем прибыль Если нет, то мы теряем всю свою ставку Лудомания – это патологическая склонность к азартным играм заключается в частых повторах, эпизодах участия в азартных играх Сатус-кво С января 2012 года был введен закон о полном запрете горной деятельности Но там был такой пункт, который указывал, что за исключением тотализаторов и букмекерских контор Их должен был регулировать отдельный закон В течение полтора года правительство не могло принять закон о регулировании букмекерских контор И только спустя полтора года, в июне 2013 года, был принят закон обязательного патентирования букмекерских контор Который собирал с каждой кассы по 20 тысяч сомов С 79 касс можно собрать в год около 400 тысяч долларов или 19 миллионов сомов Итак, сегодняшняя проблема заключается в том, что население имеет очень легкий доступ к букмекерских конторам И многие люди просто тратят туда огромные деньги Некоторые люди становятся зависимыми, некоторые люди теряют огромные капиталы, семьи страдают И наша позиция состоит в том, что мы против всего того, что связано с азартом, удачей или случаем Мы выступаем за полный запрет букмекерских контор как и офлайн, так и онлайн Мы создадим специальный государственный орган, который обяжет всех провайдеров Создать черный список IP-адресов и MAC-адресов провайдеров И будут ежедневно блокировать новые зеркала букмекерских контор, серверов, как и у нас, так и в стране То есть ни один из каверистанских IP-адресов нельзя будет выйти на букмекерские ставки Давайте сначала определим, что такое букмекерская контора Букмекерская контора никогда не проигрывает То есть она заключает коэффициенты так математически, что они всегда в плюсе Сумма вероятности исхода событий в каждой букмекерской конторе составляет 115% вместо привычных 100 Эта разница в 15% является как раз таки моржой букмекерских контор Итак, наш первый аргумент звучит, что букмекерские конторы вредят обществу И первая причина, что существует паразитизм Смотрите, букмекерские конторы и люди, которые занимаются ставками, выиграют на них Они не производят никаких реальных благ, они наживаются только на потери других людей На чужом счастье своего счастья не построишь Вторая причина заключается в том, что несущественность этих денег, которые мы получаем оттуда Теперь, так как мы получаем всего лишь 400 тысяч долларов в год с налогов в букмекерских контор Это довольно-таки несущественная сумма Потому что, если сравнивать это с тем, какие огромные потери несут семьи, несчастья Кривистанские семьи, это просто невосполнимая потеря Давайте посмотрим другие пополнения в наш бюджет Например, база Кумтор, горнодобывающее предприятие, получает 300 миллионов в год вместо 400 тысяч всего лишь А база МОНАС, транзитных перевозок, она получает около 60 миллионов Таким образом, мы видим, что главный аргумент правительства облагать налогами и не запрещать букмекерскую деятельность состоит в том, что мы получаем оттуда деньги Но эти деньги достаточно несущественные Поэтому мы считаем, что из-за этих денег это не стоит тех несчастья, которые они доставляют семьям Кыргызстана И второй наш аргумент звучит в том, что правительство не в состоянии контролировать эту деятельность и облагать толком налогами Приведу примеры Правительство просто плохо пишет законы В 2009 году, когда они писали закон о запрете катранов, игровых автоматов Там очень плохо было обозначено слово катран В результате чего владельцы бизнеса могли изворачиваться, как и хотели И по бюджетку вместо 45 игровых залов мы получили 250 игровых залов где играли в те же самые катраны, но теперь не на игровых автоматах а играли это на компьютерных, на компьютер Второй пример Закон разрабатывался полтора года То есть государство в течение полтора года никак не регулировало деятельность букмерских контор И деятельность букмерских контор включала в себя 8 различных налогов И как раз таки вот эта тень, она тогда уже существовала, что букмерские конторы могли уворачиваться, как могли И третий пример заключается в том, что в 2011 году, когда букмерская деятельность еще была разрешена официально Государство получало всего лишь 30 тысяч долларов в год вместо 400, которые она получает сейчас То есть государство только не может регулировать деятельность букмекеров и нормально налогооблагать их Спасибо Я готов к прекрасным допросам Спасибо за вашу речь У меня возникло пару вопросов Во-первых, скажите, пожалуйста, что мешает государству создавать эти идеи и блага При существовании тотализаторов и букмекерских контор Ничего не мешает, но я говорю о том, что люди, которые вот есть профессиональные игроки Которые заняты всеми этими анализами всех этих футбольных событий, теннисных событий Если бы они с тем же самым успехом занимались бы какой-то предпринимательской деятельностью То наша страна гораздо лучше бы развивалась Потому что эти люди не тратили бы как бы свои умы на то, чтобы забирать деньги у других Ильяс, знаете ли вы, сколько людей на сегодняшний день в Кыргызстане работает в этой сфере? Косвенно мы не можем почитать, но прямых должностей это около 100-120 человек Так как по Кыргызстану всего лишь 79 касс В каждой кассе сидит один человек, и этого достаточно, может один охранник И существует база букмекерская, где есть финансист, где есть человек, который ставит... Можете назвать сколько людей? 120 человек, 150 120 человек в Кыргызстане работают в этой сфере? 120 человек, да? А, ну все, спасибо Уважаемые телезрители, отличная новость Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org Запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи Теперь все русскоязычное пространство дебатов Сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org За команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде ru.adb.org Ваш портал в мир дебатов А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции Ваше время 5 минут Вопросы на первой и последней минуте запрещены Между приветствуются Добрый день, уважаемые дамы и господа Очень рада приветствовать такую замечательную коллегу и судей Наших свободных парламентариев, оппонентов И своего замечательного коллегу И так мы обсуждаем очень интересную тему Знаете, у меня появилось такое ощущение, что вот эта команда явно не понимает о том, что творится в Кыргызстане И как на самом деле обстоят дела Давайте разберемся Что они нам говорят В принципе, с ключевыми словами мы согласны Все мы знаем, что такое букмекерские конторы, спортивные тотализаторы Но все ли вообще в целом порядки То есть я объясню в честь чего Я простой гражданин, который в принципе не увлекается спортом Хочу изначально обозначить некоторые моменты Вы понимаете, количество людей, которые заинтересованы в азарте И которые живут азартом Их не так много Это первый момент Во-вторых, уважаемые судьи И даже вот это небольшое количество мы должны уважать Почему? Потому что есть понятие потребности Никогда нельзя просто так блокировать и препятствовать удовлетворению этих потребностей Понимаете? Блокируя, мы не решаем проблему Азарт остается, спрос есть, а следовательно будет и предложение Почему? Потому что эта сфера деятельности, она наиболее выгодная Эта сфера деятельности, наиболее развивающая Эта сфера деятельности, основополагающая даже для экономики Кыргызстана Если государство возьмется и создаст благоприятные условия для развития Этой отрасли Что я хочу сказать Вот, знаете, у вас очень интересные аргументы на самом деле Вы говорите о том, что люди тратят много денег, семьи страдают и так далее Да, этот факт имеется Но давайте учтем Во-первых, количество этих людей не так много Опять-таки, могу сказать, что я, как человек, который в принципе Не особо увлекается спортом и шарит в этих букмекерских конторах и спортивных социализаторах Никогда не пойду, например, да И не буду просто делать ставки, потому что я не знаю, что там творится Понимаете? Люди, которые туда приходят, они осознанно приходят Они понимают, что это такое Они знают эту систему И работают в этой системе не один год То есть находятся, ну скажем так, в производстве, да, скажем Этой деятельности И я хочу отметить некоторые моменты Вы говорите о том, что сумма несущественная Во-первых, ваши факты, они не подтверждены У нас есть немножко другой факт, опять-таки, взятый с Кафми 307 миллионов поступлений в бюджет производится в год от букмекерских контор и тотализаторов И эту сумму мы могли бы увеличить, если бы государство все-таки взялось за свои основные функции Создавать условия так, чтобы от нее извлекали выгоды И люди, у которых есть спрос, от которого они не могут отказаться И чтобы, пользуясь этим спросом, осуществляя их потребности И государство извлекало выгоду Потому что есть понятие теневого сектора Понимаете? Азарт это такая штука, от которой очень тяжело отказаться В принципе И поэтому, уважаемый судья Будет спрос, будет и предложение И если государство на сегодня уже не предпринимает действия И показывает свою слабость, несостоятельность, как государство В таком случае мы с вами получаем просто огромное количество теневого сектора Это первый момент Второй момент Давайте не будем забывать о том, что есть понятие безработицы В сфере вообще игрной деятельности работает около 15 тысяч людей Куда этих людей девать, уважаемые судьи? Сумма большая, да Там есть и техничка Там есть и люди, которые непосредственно предприниматели То есть владельцы этих букмекерских контор и спортивных тотализаторов Они тоже извлекают выгоду Куда им деваться? И в конце концов мы с вами теряем даже хоть и небольшое количество предпринимателей Но все же это существенный ущерб для Кыргызстана, уважаемого судья По крайней мере мы в этом убеждены Дальше Давайте не будем забывать о том, что развивая вот именно эту структуру Замечательно понимая, что другие отрасли, да Та же самая горнодобывающая отрасль у нас не очень хорошо, скажем так, развита Мы могли бы путем развития именно этих букмекерских контор и спортивных тотализаторов Привлекать и туристов, уважаемые судьи Потому что у нас для этого есть что? У нас для этого есть город Бишкек, да, к примеру Мы могли бы развивать эту структуру, потому что люди могли бы к нам приезжать И от этого мы тоже получали бы доходы Если люди тратят много денег, во-первых, это не факт Во-первых, это не факт Если все-таки они тратят много денег, то я думаю, что это выбор каждого человека И во-вторых, мы можем просто усовершенствовать саму систему клиентов То есть, например, если человек действительно страдает плутоманией Сделать таким образом, чтобы вот это То есть, если будут наблюдаться моменты несознательного, скажем так, участия в приставках То этих людей просто отстекать и не пускать Вот и все Механизмов может быть очень много Но отказываться нет смысла, потому что есть спрос, будет и предложение И блокировка, это не значит решение проблемы Всегда нужно учитывать всех субъектов любого производства, уважаемый судья Любого производства, абсолютно И более того, есть люди, которые просто заинтересованы в привлечении выгодов То есть, эти предприниматели, и они от этого не откажутся Лучше давайте сделаем так, чтобы не было теневого сектора Понимаете? Пусть лучше это будет, но пусть лучше это будет для блага всех Вот чтобы государство могло все-таки контролировать Это их обязанности, вот и все Благодарю за внимание Уважаемые члены правительства, я готова к вашим вопросам Здравствуйте Здравствуйте, господин Роман Так, у меня первый вопрос состоит в том, что вы говорите, что мы должны удовлетворять потребности своих граждан Например, если у человека есть потребность убивать людей Мы должны удовлетворять эту потребность Знаете, безусловно, уважаемые судьи Изначально есть понятие уголовно-правового закона То есть, почему нам нужны законодательства и так далее Мы с вами понимаем, что нормально Смотрите, изначально игрные заведения, казино и так далее Они были санкционированы, то есть разрешены Это говорит о том, что в принципе это неплохо Понимаете, убийство это аморально, убийство это плохо И изначально у нас не было никакого разрешения на убийство То есть, если проблема заключается в несостоянии государства контролировать, уважаемые судья Это не значит, что эту проблему надо блокировать Потому что таким образом мы только увеличим проблему Потому что, знаете, в качестве аналогии могу привести бактерии Когда их убивают, они все интенсивнее размножаются Понимаете? Такая же ситуация будет наблюдаться и здесь у нас с вами Поэтому нельзя их убивать, понимаете? Просто нужно использовать их во благо А это вполне целесообразно и можно осуществить Понятно, а как вы относитесь к лудоманам? Вредят ли они общество? Как? Лудоманы Лудоманы Это люди, которые, ну, которые Им свойственно постоянно играть У них есть склонность Они как бы под воздействием азарта постоянно Проигрывают большие суммы денег Как вы к ним относитесь? К людям, которые проигрывают большую сумму денег? Да Знаете, во-первых, давайте не будем утрировать И делать из букмекерских контор и спортивных тотализаторов Что-то типа, ну, я не знаю, что-то типа пан или пропал Безусловно, мы с вами понимаем, что ставки в букмекерских конторах Это не есть с одного человека миллион или там хотя бы тысячи долларов, понимаете? То есть, определенно, если я человек, который не обладает этим запасом Я просто не буду этим заниматься, да? Или, по крайней мере, я могу сделать ставку именно на ту сумму, которой я обладаю на сегодняшний день Но вы говорите о себе, а лудоманы ставят достаточно большие суммы Вы говорите о том, что суммы несущественны И максимальная ставка в букмекерах составляет 50 тысяч сумм У вас есть другие данные? Максимальный выигрыш составляет 500 тысяч сумм Максимальный выигрыш? Можно ли поставить сумму, например, 10 тысяч сумм в 100 раз? Можно поставить? Спокойно То есть, мы можем и большие суммы там проигрывать Но не факт, что очень... Понимаете, вы очень, как бы, я не знаю Вы не совсем понимаете вообще весь процесс, каким образом это осуществляется Давайте не будем забывать о том, что, опять-таки, те люди, которые приходят и делают ставки Это люди, которые, по крайней мере, имеют представление и разбираются о том, что это такое Вот А несовершеннолетние дети, которые приходят и ставят ставки, они тоже разбираются, что это такое? Несовершеннолетних впускают в букмекерские контуры? Да Это факт Ну, это факт? Да Не могу об этом еще рассказать Ладно, спасибо Благодарю А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства Ваше время 4 минуты Вы просто на первой и последней минуте запрещены Между приветствуются Здравствуйте, дорогие телезрители Здравствуйте, дорогие студии Мои оппоненты Мой сокоманник Я рад, что сегодня играю на этой игре против всяких прекрасных оппонентов Давайте перейдем сразу к игре О чем у нас теперь была речь? Мы должны были запретить букмекерские конторы и тотализаторы Потому что они вредят нашему обществу и приносят вред нашему обществу, нашему населению И вот Наши основные аргументы Как они звучали? Они звучали, что паразитизм, несущественность заходов И самое главное, что государство не может контролировать эти самые букмекерские конторы Что они ответили? Первое, они ответили, что если человек хочет, то мы должны удовлетворять его потребности Но есть уголовный код, в котором запрещены определенные действия И на протяжении эволюции то, что человек хотел и то, что приносило вред другому человеку Все это запрещалось И недавно в нашей стране запретили казино Почему их запретили? Потому что они опять же приносили вред нашему обществу, вред отдельным людям И поэтому их запретили Не потому что они, не по каким-то другим причинам, а просто потому что они приносят вред обществу То же самое, здесь также мы должны запретить эти самые букмекерские конторы Потому что они приносят вред обществу Почему они приносят вред обществу? Потому что в первую очередь увеличивается количество лудоманов Лудоманы – это те люди, у которых болезненное пристрастие к азартным играм И вот этим самым болезненным пристрастием, она уже появляется с самого младенческого возраста И уже до становления совершеннолетия многие люди, многие дети становятся лудоманами И уже постоянно ходят в эти самые букмекерские конторы И тотализаторы постоянно ставят свои деньги После того, как заканчиваются их деньги, они ставят деньги своих родителей Потом начинают брать долг и так далее И таким образом ставят кресло на своем будущем Именно для того, чтобы будущее наших детей не было закрыто Не было бы перечеркнуто красными линиями Мы должны запретить эти самые букмекерские конторы Следующее Что мы должны опять запретить? Как уже сказали наши оппоненты, как мы уже сказали, что многие несовершеннолетние дети Заходят в эти самые букмекерские конторы и делают там ставки Это можно... Почему они туда заходят? То есть по закону букмекерские конторы не должны пускать туда Но какого предпринимателя не будет пускать к себе клиента, который идет с деньгами Который готов принести ему прибыль? И логично, что любой человек будет пускать человека, который пришел с деньгами Чтобы потратить эти деньги у него, то принести ему прибыль Конечно, логично подумать, что любой предприниматель пустит Пусть даже это перед законом, но его за это никто не накажет Потому что за это об этом никто не знает И как следствие, многие предприниматели, владельцы букмекерских конторы и авторитетов Пускают несовершеннолетних летних для увеличения своей прибыли А это опять же приводит к тому, что многие дети ставят кресло на своем будущем Дальше Как мы уже сказали, государство не может контролировать Если бы государство контролировало, то государство получало бы намного больше налогов Но давайте подумаем Государство оставляет эти самые букмекерские конторы и получает много денег Но вместе с этим очень большое количество родителей банкротится Из-за того, что их дети тратят все их деньги в этих самых букмекерских конторах и так далее И что лучше, богатое государство и бедное население Или все-таки, когда у населения есть определенные средства для жизни Если сегодня государство будет бегать за одним сомом То впоследствии, из-за того, что население будет страдать Государству придется потратить 10 сомов для того, чтобы уследить Для того, чтобы обеспечить свое население Таким образом, мы хотим уже с сегодняшнего дня Сэкономить многие средства для того, чтобы в будущем их потратить на более рациональные вещи Скажите, пожалуйста, что касается слова о рациональности. Не кажется ли вам, что государству было бы куда более рациональнее и целесообразнее усиливать механизмы, которые не допускали бы несовершеннолетних к этим букмекерским конторам и могли бы определять удоманов? Да. Почему из-за этого должны срабатывать те люди, которые не являются удоманами и отвлекают этот ваглиполь? Давайте я вам прямо сейчас предложу. Хорошо. Вот, вы сказали, что многие букмекерские конторы уйдут в теневой сектор. Ведь это же хорошо. Согласитесь, куда лучше несовершеннолетний ребенок получит, куда он получит, будет лучше. Когда эта букмекерская контора на центральной улице открыта, и куда там огромный баннер привлекает его, или где-то там в подвале за углом, в какой букмекерской, скажем так, в какой конторе он получит лучший доступ? Конечно, в той, которая разрешена. Если она запрещена где-то там в подвале, в теневом секторе, то к ней он уже легкий доступ не получит. И, следовательно, шанс того, что он пойдет туда, он очень низкий. Вот этим самым мы запрещаем. Следующее. Также. О чем было сказано? А, было сказано о том, что черный рынок, пусть предприниматель отстегивает, скажем так, тех людей, у которых пристрастие к азарту, к лудоману. Но, опять же, как я уже сказал, ни один предприниматель не будет запрещать человеку, который приносит ему прибыль, играть. Ведь основную прибыль этих самых букмекерских контор, нет, сидите, основную прибыль этих самых букмекерских контор составляет, как раз таки, эти лудоманы, которые приносят все свои деньги им, лишь бы выиграть. Таким образом, ни один предприниматель не согласится запрещать вход для клиентов, которые приносят ему большую часть прибыли. Также было сказано, что закрывая букмекерские конторы, мы теряем рабочие места. Но, согласитесь, что мы, как государство, должны привести намного большую пользу большему количеству людей, нежели заботиться о малом количестве. Если мы закроем эти самые букмекерские конторы, мы принесем намного больше пользы, запретив вот этим самым несовершеннолетним лудоманам заходить. Пусть лучше этот самый лудоман потратит деньги на хлеб, на еду для своей семьи, нежели он потратит все деньги здесь. Именно запретив, мы принесем большую пользу для большей части населения, нежели пользу малому частью населения. Ведь количество рабочих мест, оно все-таки несравнимо мало с большим количеством населения Кыргызстана. Спасибо большое, дорогие телезрители. Для произведения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Ваше время в 4 минуты, вопросы на первой и последней минуте запрещены, меже приветствую. Итак, уважаемые лудоманы, я объясню вам, почему вы сегодня проиграли, чтобы вы в следующий раз сыграли лучше. Итак, первое. Для того, чтобы ваша линия была сильнее, вы должны обосновать, в чем ее актуальность. Обычно это обосновывается какими-то фактами и цифрами. Ваши факты и цифры говорят о том, сколько людей в принципе играют, сколько людей пользуются тотализаторами и букмекерскими конторами. Значит, смотрите, вред обществу, говорите вы, ежегодно, допустим, от аварии гибнет намного больше людей, чем от ваших тотализаторов и от ваших букмекерских контор. То есть, следуя вашей логике, мы будем запрещать автомобили, будем запрещать, не знаю, кухонные ножи, потому что какой-то человек может не уметь пользоваться кухонным ножом и может нечаянно себя убить. Потому что вред обществу от этих вещей гораздо больше, чем от того, о чем говорите вы. Просто я хочу сделать акцент на том, что вот Ильяс, когда я задал вам вопрос, он сказал, что в центре всего все равно стоит здравый смысл. Человек ответственен за то, что он делает. В любом случае, ни государство, ни кто-то другой. Ответственность лежит на человеке. Если ребенок не ходит в школу, а идет в букмекерскую контору, за это ответственен его родитель. Нельзя сравнивать это с тем, когда один человек убивает другого человека. Потому что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Тогда я решаю жизни другого человека. А когда я проигрываю свои деньги, ну это мое дело, господа, позвольте мне проиграть свой дом, позвольте мне проиграть все свои деньги. Это мое право. Я могу ими распоряжаться, как захочу. И вы не имеете права меня лишать этой возможности. Далее, по поводу младенцев-лудоманов, по поводу вот этих вот больных людей. Знаете, развитые страны очень просто победили эту проблему. Вот тех людей, на которые как раз направлен ваш законопроект. У каждого предпринимателя существует список. Список людей, которые, ну так скажем, где-то удостоверено, что этот человек лудоман. То есть этот человек там систематически посещает эти заведения, проигрывает деньги. И у каждого предпринимателя, который работает в этой сфере, есть такой список. Если человек есть в этом списке, его просто не пускают. Далее, вот запомните, уважаемое правительство, запомните, уважаемые депутаты. Теневой сектор это классно, говорит Султанбек. Вообще, давайте не работать, давайте не открывать бизнес. Просто пусть все уйдет в теневой сектор. Ну, господа, вообще, вы знаете, кто контролирует теневой сектор? Вот если бизнес работает не в тени, то есть проверочные комиссии, государство облагает его налогами, там снимает с бизнесмена деньги, то есть есть возможность проследить эту деятельность. Если бизнес уходит в тень, все. Доступ у населения есть, но государство не может это проверить. Это уходит в руки тех же бандитских группировок, той же мафии, которая зарабатывает на этом, обогащается на этом. Растет коррупция, потому что они платят деньги тем же милиционерам, чтобы они не замечали этого. Все, вы наоборот усиляете ту преступную деятельность, которая и так у нас существует. Мы не говорим о том, что это вот так замечательно, когда люди проигрывают деньги. Но мы говорим о том, что ни одно государство в мире, ни одно государство в мире не победило, если оно захотело с этим бороться, не победило, так скажем, не справилось с этой сферой путем запрещения. Справлялись путем повышения цен на патент, путем повышения налогов, чтобы бизнесмен мог зарабатывать, но тем не менее население имело больше барьеров, чтобы прийти и поиграть. И складывалась такая ситуация, когда бизнес зарабатывал, но у населения были некие барьеры для того, и могли играть только богатые люди. Вот таким способом, не запрещением, таким способом можно каким-то образом оградить таких слабых людей и детей от этой беды. Поэтому вот их аргумент по поводу, главный аргумент по поводу того, что мы будем запрещать все, что азартно, все, что зависит от удачи. Ну, господа, сегодня вы запрещаете это, завтра я не смогу играть в карты, послезавтра вы запретите футбол, потом вы запретите просто чекаться детям, потому что это тоже азарт, потому что азарт – это часть нашей жизни, господа. Просто научитесь аргументировать, научитесь приводить цифры, и тогда у вас все будет хорошо. Спасибо. А теперь достало время для вопросов о свободных фронументариев зрителей нашей телестудии. Здравствуйте, Айджана Борунбаева, университет МОНАСС. Вопрос к Артему Уточкину. Скажите, как вы считаете, какова вообще аудитория этих букмекерских контор? Ну, лица от скольки до скольки? Я сомневаюсь, что, например, букмекерские конторы ходят пожилые люди. Ну, скажите основную аудиторию этих контор. Да, люди, у которых есть в душе азарт, которые чувствуют кайф в этом. Потому что там есть и старые люди, и молодые люди. Спасибо. У меня есть вопрос с Утамбеку. Насколько вы, те цифры, которые сегодня вы провели, насколько все-таки все данные подтверждены, и как сегодня дорогая оппозиция может среагировать на вас, если некоторые данные противоречат им, и некоторые данные противоречат вам? Что вы на это скажете? Просто мы пользуемся данными, которые были получены, то есть наша оппозиция пользуется данными, которые получены с одного источника, а мы пользуемся данными, которые получены с другого источника. Расхождение могут быть небольшие, но в целом это одинаково. Спасибо большое за ваши вопросы, дорогие зрители. Спасибо за вопросы. Уважаемые дамы и господа, всем нам очевидно, что, знаете, никогда нельзя забывать об определенных вещах, которые нас с вами окружают, которые нас с вами сопровождают и будут сопровождать. Есть вещи, от которых мы не можем отказаться. И если от этой вещи мы не можем отказаться, эту вещь нужно контролировать и использовать во благо, уважаемые дамы и господа, это очевидно, да? Есть азарт. Насколько справедливо лишать тех людей, которые живут этим азартом, осознанно удовольствия? Ведь для них азарт – это потребность, это необходимость, которую они в любом случае будут удовлетворять. Те же самые богатые люди, у них есть потребность, это их бизнес, и они это дело не оставят, потому что они от этого извлекают выгоду и получают удовольствие. Так вот, если эта проблема, которая имеет место быть и которая никогда не исчерпает себя, имеется и прижилась, так почему бы нам эту проблему не ликвидировать и оставить то, от которого можно извлекать выгоду, уважаемый судья? Давайте будем предпринять меры, механизмы, и государство в данном случае выступает в лице ответственного субъекта, который должен контролировать эту проблему, оставляя то, от чего мы не можем отказаться. Вот в этом и была наша основная, основополагающая идея. Давайте не будем забывать о том, о чем мы сегодня сказали. Есть понятие теневого сектора, который просто неизбежен в случае, если мы закроем их, потому что, опять-таки, я говорю, есть потребность. Есть понятие безработица. 15 тысяч человек, уважаемые судьи, учитывая сегодняшнее состояние рынка, когда и так, и без того огромное количество людей, у которых нет работ, куда им деваться? Кто будет их семью кормить, уважаемые судьи? Вот об этом тоже мы не должны с вами забывать. И следующим еще очень важным моментом являются, безусловно, вопросы контроля. Первое. Если государство не справляется со своими функциональными задачами, нам такое государство не нужно. Этим самым государство показывает свою слабость, несостоятельность и даже нежелание хотя бы просто предпринять какие-то меры. Но, опять-таки, я вам напоминаю о том, что в этом законопроекте предусматривается момент, при котором именно букмекерские конторы и спортивные тотализаторы не включены в запрет. О чем это говорит? Это говорит о том, что это, в принципе, вполне нормальная вещь. В принципе, вполне приемлемая вещь, затраты и потери от которой не столь велики, чтобы прям общество пало, все, крах, у людей нет денег, нечем семью кормить. Понимаете, уважаемые судьи? Поэтому мы с вами должны понимать, что эту сферу нельзя запрещать, ее нужно просто развивать. И законопроект его, кстати, и не запрещает. Вот. Поэтому давайте предоставим право выбора и ответственность каждого из нас за свою жизнь. Ну, потому что мы с вами взрослые люди, и все-таки каждый должен учиться на своих ошибках. А государство должно просто выступать как государство. Вот. Все. Благодарю за внимание. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Так, здравствуйте, дамы и господа. Итак, о чем говорит сегодняшняя оппозиция? Она говорит о том, что мы должны давать право человеку выбирать, чтобы он мог играть в азартные игры и так далее. Но первый вопрос, который здесь стоит, неужели нет альтернатив этому азарту? Неужели азарт нельзя получать, играя в те же компьютерные игры или играя не на реальные деньги в каких-то там мобильных приложениях и так далее? Неужели нельзя этот азарт получать? Или надо обязательно, чтобы мы давали им этот азарт, обязательно надо делать так, чтобы какие-то семьи разорялись, проигрывали, чтобы мы от этого страдали и так далее? Итак, вы говорите о том, что человек должен сам выбирать какую судьбу, сколько ему денег срать, сколько проиграть и так далее. Но давайте не будем забывать о функции государства, которое говорит. Если человек сам о себе не может позаботиться, то государство должно о нем заботиться. Потому что человек, он болен, он болен, он не может себя контролировать. Люди, которые лудоман, они говорят, да, я хочу это бросить, но я не могу это бросить. Это мое пристрастие. Я забываюсь, я иду, я хочу отыграться. Вот это вот человек, когда проигрывает, он хочет всегда отыграться, это желание отыграться приводит к тому, что он проигрывает все больше и больше денег. У него разум затуманен, он абсолютно не может здраво мыслить. Итак, дальше о чем они говорят? Они говорят о том, что на Западе существует такое понятие, как список лудоманов. Ну да, на Западе оно существует, но у нас его нет. Если сегодня правительство по закону, мы не можем пускать несовершеннолетних туда детей. Но если вы туда зайдете, если вы постоянно видите то, что там одна треть всех, кто играет, это несовершеннолетние дети и как бы никто с этим ничего не делает, то что мы можем говорить о том, что будут создавать какие-то черные списки и так далее. Дальше вы говорите о том, что существует теневой сектор, ну если мы это запретим, то будет создавать теневой сектор и так далее. Мы говорим о том, что теневой сектор уже существует. То, что интернет ставки никак не облагается налогом, то, что большая большая часть этого оборота, она никак не подвергается налогам, это как раз таки говорит о том, что мы никак не контролируем эту деятельность. То есть мы пытаемся контролировать то, что у нас не получается. И сегодня, если государство не может это контролировать, то лучше от этого отказаться, потому что те прибыли, которые она получает, они это не оправдывают абсолютно никак. Итак, что мы получаем на сегодняшний день? На сегодняшний день именно для того, что букмекские конторы приносят вред обществу, государство это оправдывает тем, что мы зарабатываем с этими деньги. Эти деньги оттуда несущественны. Давайте посмотрим, какой пример мы подаем детям. То, что мы одобряем детям, то, что что все можно получить легко, так и быстро. Люди должны научиться трудиться, верить в себя, не надеяться на удачу. Они должны сами трудиться, они должны понять то, что быстрых результатов не бывает. И быстрой таблетки не существует. Сегодня уважаемая оппозиция говорит о том, что мы должны позволить гражданам делать все. Но если это приносит очевидный вред, а здесь это очевидный вред, то мы должны полностью это запретить. А те игроки, которые играли, конечно, они будут уже играть. Но пусть они играют где-то там далеко. Спасибо. Я считаю, что игра была такой непонятной, потому что на самом деле команды не показывали какую-то действительно картину того, что было. Потому что были слова лудомания, были слова букмекера и все остальное. То есть все объяснялось, какие-то дефиниции объяснялись. Но тем не менее, сама обстановка, сама ситуация не была показана четко. То есть в чем? Вот сейчас проблема обозначена, к примеру, но при этом может быть недостаточно причин, не сказали решения какого-то. То есть та же самая картинка, которая сейчас есть, возможно, у телезрителя, который не знает, в чем проблема, она осталась на самом деле. Потому что у команд не было какой-то позиции своей. Они соглашались. Либо правительство соглашается с тем, что да, на самом деле теневой бизнес на самом деле плохо, с одной стороны, но потом выясняется, что это хорошо. Либо оппозиция говорит о том, что если правительство говорит о том, что государство не справляется с борьбой, с азартными играми, то оппозиция выходит и говорит, да, государство не справляется, но нам это государство не нужно. То есть с одной стороны предлагается какой-то механизм, но тем не менее этот механизм опять же не описывается. То есть почему государство не справляется, к примеру, почему? Возможно, у нас исполнительная власть не работает, возможно, у нас законодательная власть не работает. Вот кто знает, да? И действительно, если говорить про вот эти вот мелкие моменты, то из-за этих мелких моментов получается, что у нас совершенно ничего не понятно на самом деле. Игра прошла, ну, я бы не сказал, что на высоком уровне. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. Что хотелось бы сказать насчет обеих команд, в обеих этих видениях игры мне не понравилось то, что ни у кого нет четкой картинки. То есть у каждого судьи, у каждого телезрителя должна была создаться такая картинка видения игры, то есть ваша. Вы навязываете свое мнение, и человек уже в дальнейшем анализирует, согласен он с этим мнением или нет, какую сторону он все же выберет. Со стороны правительства и со стороны оппозиции не было этой самой картинки, и телезрителю, думаю, будет сложно ухватиться за какую-либо информацию, которую вы подавали. То есть вы говорили, что теневой бизнес – это хорошо, вы говорили, что это плохо, но в данном случае уже решает игру конкретика. То есть что фактологическое подтверждение? Как вы это подтверждаете? Тут проигрывает команда правительства, так как они говорили, что есть определенные проблемы общества, есть влияние на эти проблемы общества, но как эти проблемы именно реализуются в обществе и как они решаются благодаря вашему механизму, не было четко показано. То есть не было такого понятия, как мы делаем первый шаг со стороны государства, второй шаг, третий, третий – делаем шаг, и все, проблема решена. Продолжайте дебатировать. Продолжайте.